Вот они, настоящие национальные герои. Скромные, задумчивые, пережившие все ужасы самой страшной войны человечества. Когда-то не жалевшие ни сил, ни жизни для фронта, сегодня все лавры для них, победителей. Чтобы воздать честь и хвалу дорогим ветеранам, жители Уэзовского района целыми семьями выстроились вдоль центральных улиц. После объезда по центральным улицам района колонна из военных полуторок, где везли ветеранов, чинно двинулась к парку «Фэмили». Здесь прошли основные торжества Уэзовского района. Праздничный концерт в честь Дня Победы традиционно открыла минута молчания в память о павших. Отдельное место в концертной программе заняли показательные выступления армейцев. Торжественным маршем прошлись курсанты, военных институтов и школ. Театрализованное представление подготовила воинская часть внутренних войск. Аудиосопровождение обеспечили военный оркестр и государственная хоровая капелла имени Байкадамова. Всего в организации праздника было задействовано более 600 военнослужащих. За проявленный героизм фронтовиков и тружеников тыла от имени жителей поблагодарила Кима Уэзовского района Беккали Тургаев. Вы подарили нам самое главное – свободу. Вы дали жизнь миллионам людей. Низкий вам поклон за проявленный героизм на ратном поле. За ваше мужество, за ваше бесстрашие. Ну и какой же праздник без полевой кухни? В Уэзовском районе столы накрыты для 600 ветеранов. В меню солдатская каша, плов и, конечно, фронтовые 100 грамм. Застолье в самом разгаре проходит весело, ветераны запевают фронтовые песни. Расстрогавшиеся ветераны не скрывали слез. Каждый год в этот день они словно совершают путешествие во времени. Туда, в 9 мая 1945-го. Одни в это время сражались на поле боя, другие ковали победу на заводах и колхозных полях. Но в одно мгновение все они стали единым целым. В этот день их объединила долгожданная веся победе. Это было почти 6 часов после пяти. Стучат в окна. Там был распред воинской части. Смотрим, воинские части стучат в окна. Все кричали – кончилась победа, 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 кончилась война. Расстилали на улице, это около оперного театра, на улице расстилали палатки. Отовсюду тащили кто что мог. А у кого что было только с распреда, с воинской части. Кто плакал, как говорится, кто потерял. Знаете, такое ощущение было. И радость, и горе. Я прошел пол Европы. Я участник в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии, Югославии. Участвовал в боях с освобождением Будапешта. Потери у нас тоже громадные были. У нас и дивизии, и заверили в войну, потеряло 9600 человек. Годы неумолимо берут свое. Еще в прошлом году в Ауэзовском районе Алматы проживало 500 участников Великой Отечественной. 67-ю годовщину Победы встретили всего 401. Участников Трудового фронта в тылу – 5093. Анарта Сабекова, Жусуп Даулетов, телеканал Алматы. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Бал地 you know? Корректор А.Кулакова